Салем Казахстан! У нас есть китайская многопартийная система. Что в Китае существует? В Китае существует компартия КПСС. И для вида существует 3-4 сателлита, которые по сути являются филиалами местных спецслужб, местной компартии. И реальной оппозиции нет. Мы реальные оппозиции где-то видим внутри парламента? Нет, конечно. Кого-то среди депутатов мы знаем, как оппозиционеров режиму Назарбаева? Нет, конечно. Поэтому мы наблюдаем, как сегодня Назарбаев в растерянности реагирует на события внутри Казахстана. Сегодня было снова видно, что он взял бразды в свои руки. Тукаева демонстративно отстранил. По сути, тон сдавал не Тукаев, а Назарбаев. Попутно он развеял слухи о своей смерти, о своем заболевании. Мы видим, что он сегодня пытался уверенно что-то говорить. Но по факту, по тем словам, которые мы сегодня все вместе слышали, мы понимаем, что партия Нур-Отан сам Назарбаев в прострации, в растерянности. И это очень сильно проявилось тогда, когда он, например, говорил про Шимкент, когда были события по Арыси. И была колонна демонстрации народа, людей к центральному областному офису Нур-Отана. Сорвали флаг. И, как Назарбаев сегодня сказал, его удручает то, что никто не пикнул. Хотя, по его же словам, в партии Нур-Отан 800 тысяч-миллион казахстанцев играются членами Нур-Отана. Но все мы понимаем, кто там находится. Там находятся по принуждению чиновники, там находятся по принуждению государственные служащие, по принуждению военнослужащие, полицейские, сотрудники КНБ, прокуратуры, судов и так далее, и так далее. Но суды у нас формально не являются. Кто там еще? Рабочие госкомпании, национальные компании, компании Казахмыс, компании Назарбаева, которая где-то записана на кого-то там, типа южнокорейской компании. По сути, получается, это зависимые люди, которые находятся в положении полураба. И вот эту массу загнали, и у них получилось 800 тысяч. С другой стороны, это хорошо. Мы видим, что больше миллиона людей они загнать туда не могут. Это весь их принудительный электорат. Из 12 миллионов человек-избирателей, 1 миллион это пшик. У них нету даже 10%. Вот на что они рассчитывают. Теперь дальше пошли. Были очень интересные заявления. Давайте мы их проанализируем вместе. Шокировало, конечно, заявление Назарбаева по поводу многодетных семей. И он говорит, что и 30 лет назад, и сейчас, одни и те же лозунги от многодетных матерей. Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Так ты о чем думал? Это же твои проблемы. Ты же государством не советовался когда-то. Что имеет в виду Назарбаев? Он, получается, обращается к многодетным семьями и говорит, вы же не советовались со мной, когда рожали детей? Я-то при чем, мол? Решайте свои проблемы сами. Нарожали, решайте сами свои проблемы. А государство чье? А государство, получается, по мнению Назарбаева, это его личная, частная вотчина. И она не имеет никакого отношения к собственности всех миллионов людей. Она не является, получается, в подчиненном положении системы для народа. Народ здесь ни при чем. Оказывается, мы собираем налоги для Назарбаева. А когда проблема доходит, у народа какие-то проблемы возникают, он не может, получается, решить за счет общинного такого, знаете, котла, где находятся все народные деньги, налоги. Получается, налоги мы собираем для Назарбаева. И вот он, получается, повторяет свои вот эти фразы, что было 30 лет назад. Но он опять снова повторяет. Мне дай, у меня много зарплаты, у меня мало зарплаты. Дай, так ты о чем думал? Это же твои проблемы. Ты же с государством не советовался когда-то. Если государство решает свои задачи и дает, нет, мало, давай еще. Смотри-ка, упрекает Назарбаев вот этим оборотом речи. Для него сверхнаглость окажется, что народ требует деньги, требует хоть немного помочь, чтобы выжить. Люди не могут найти жилье, люди снимают в аренду. Очень дорого стоит. Вся зарплата уходит на аренду. Детям нечего кормить, нечего дать. Нечем их обуть, нечем одеть. Не на что пойти в магазин и купить что-то, хотя бы самое минимальное для деток. А как мы собираемся вообще поднимать демографию? Рядом огромная Россия, рядом миллиардный Китай. Разве это не государственная забота? Почему у нас нет нормальной, ясной, прозрачной программы? По жилью и по деторождению, по демографическому росту. Почему вот эти две программы, в единую систему, гармоничную, прозрачную, ясную, для каждого человека нету? Почему обивают пороги? Почему задают вопросы, но не могут никак получить на них ответы? Для Назарбаева это не надо. И вот еще интересная фраза. Он говорит, вот эти демонстрации, митинги, они мешают работать. Вообще поразительное заявление. Ну вот просто каждый перл надо просто ставить в музей Назарбаева на будущее. Понимаете, о чем он говорит? Он говорит о том, что окажется, вот бюрократы работают, пашут, а вот им кто-то там вот ходит под окнами и мешает работать на благо страны. Бюрократы, чиновники, президенты. Это кто? Это слуги народа. Кто их туда поставил? По закону, по конституции. Кто их избрал? Народ же? Или мы признаем, что народ их не избирал, а получается они сами себя назначили? Они придумали все вот эти бюллетени, голосовалки, избирательные комиссии от Нур-Атана. Они все сами себя назначили. И они понимают, что они от народа не зависят. И народ им не нужен. Народ в этой системе, пятая колеса в телеве. Очень интересное было заявление по налогам. Вот что он сказал. Мне кажется, что наоборот, налоги надо повышать. И без того мы имеем самые низкие налоги. КПН 20%, подоходный 10%. Такого во многих странах нет. Редко кто имеет такие налоги. Ниже некуда, как говорится. Но нам надо оживлять экономику. Нам надо налоги нужны или нужен рост экономики, нужно определиться. Где мы больше получим в бюджете. А для этого еще раз нужно посмотреть, как нам надо дать послабление малому и среднему бизнесу, чтобы у них оставались деньги для развития. Чтобы у них хоть что-то оставалось. Есть такое понятие про развертку 20-е годы при большевиках. Они забирали почти все и оставали несколько колосков для того, чтобы просто элементарно люди не умерли. Вот такой же смысл. Давайте немножко дадим послабление, а не мы их задушили, чтобы у них оставались деньги для развития. Он признает, что малый и средний бизнес умер вшлен самой государственной политикой Назарбаева. Дальше. Между тем он указал на то, что это требует изучения подсчета, чтобы не уменьшить бюджет. Бюджет трещит по швам. Он это официально, открыто, признается, плачется, сквозь зубы это процеживает и говорит, что бюджета практически нет в таком объеме. Его сейчас придется уменьшить, либо принять драконовские меры. И здесь он намекает на то, что будут налоги повышены. Не хочет он, мол. Надо что-то дать, что-то, какие-то колоски оставить. Оставить там 5 процентов, пусть выживает. Но надо от этих 5 процентов, может быть, еще меньше оставить, потому что государству не хватает, типа. А посмотрите по отчетам по расходу бюджета. Огромные средства не осваиваются. Система управления не работает, система контроля не работает, система разворовывания работает. Вот какая система работает у Назарбаева. И он признается еще в одной интересной вещи. Указал Ельбасы и на необходимость пересмотреть бюджетную политику, так как вопрос госзакупа является одной из самых непрозрачных и коррумпированных сфер, где порядка 65 процентов госзакупок на сумму почти 2 триллиона тенге осуществляется из одного источника. Он признает, что система госзакупа, это получается все закупки для всех государственных организаций, для всех бюджетных организаций, для армии, для полиции, для КНБ и того же и так далее. Все осуществляется через коррупцию. Система непрозрачная. Поэтому чиновники элементарно там хапают деньги. Дальше. Он здесь намекает, что порядка 65 процентов госзакупок осуществляется из одного источника. От маленькой, от различной компании одного хозяина, одной корпорации. Одного коррумпированного чиновника. Он это признает. Дальше он плачется по поводу того, что вот сейчас, не говоря открыто, что фактически Нуратан, Назарбаев, Токаев проиграли выборы 9 июня. Но сегодня он плачется по поводу того, что никто не пикнул, никто не встал на защиту. Никто не сказал нельзя трогать флаг Нуратана, не смог поставить заслон, никто не вступил в разговор. От Нуратана вообще никого не было. И он приводит вот такое интересное еще заявление. Чиновники, люди вне работы, вне крупных съездов и мероприятий, снимают потихоньку значок Нуратана. Они стесняются. Он их требует, молит, взывает, плачется и говорит, одевайте значок, говорите о том, что вы принадлежите к Нуратану. Он не знает, что делать с ними. Миллион Нуратановцев, их не видно. Это какой-то призрак блуждает по Казахстану. Вроде их много, целый миллион, но их никто не знает. В подъезде кто-то у вас когда-нибудь одевал? В подъезде как будто бы и Нуратановцев и не было никогда. А в вашем многоэтажном доме, во всем доме, вы когда-нибудь видели кого-нибудь, который говорил, да, я Нуратановец, вот мой значок, вот мой флаг? Никто. А в вашем городе? Где вот эти люди, которые там якобы проводят съезды, там, какие-то жалкие митинги один раз в 10 лет? Где они? Они тихонько, стыдливо заходят в свой бронированный Мерседес, снимают значок и забывают о нем. Вот почему распался в свое время КПСС. За КПСС никто не пикнул, когда случилась революция, когда случилась перестройка, когда случились народные движения. Все быстро переобулись. И в этом Нуратане кто сегодня? Бывшие члены КПСС. Такой же мертвой партии, как Нуратан. И когда Назарбаев говорит, что народ мешает бюрократам своими митингами, демонстрациями, что это по сути означает? Народ мешает бюрократам тихо сидеть в своих кабинетах. Тихо переводить миллиарды на офшорные счета. Тихо уезжать, отдыхать на Мальдивы. Вот что мешает народ. И сегодня, когда буквально пару месяцев назад народ мощно вышел в наблюдателей, организовал армию наблюдателей, расстрелял из видеопулеметов все вот эти фальсификации, остановил фальсификации, порвал в клочья рейтинги Нуратана и Назарбаева и Тукаева. Все в шоке были. И в первую очередь в шоке были чиновники и сам Назарбаев и Нуратан. Они не знают, что делать. Вот чему было посвящено сегодня заседание полицовета Нуратана. Они даже сегодня программу не смогли проговорить, они даже не подготовились. Они не могут в своих сегодняшних заседаниях сказать, вот мы это хотим сделать, вот мы это хотим сделать, мы вот этого достигли, отчет какой-то. Это же публичное мероприятие, там посмотрите какой гигантский большой зал. Это зал для отчетов, это зал должен быть реляции, это должен быть зал побед. Вот, мы крутые, мы сделали это, мы сделали это, мы достигли того-то. Где это? Сегодня чем получается закончился полицовет? Спикера Мажлиса назначили главой фракции внутри того же Мажлиса. Гора родила мышь. Они ничего не могут родить. Они пищат, как мыши, перед тем, как корабль утонет. Они пищат. И он говорит о том, что эти мыши, Нуратана, готовы сейчас покинуть корабль. Вот чего предрекает, вот чего боится Назарбаев. И он хочет сейчас перед затоплением корабля хоть что-то как-то спасти. Он не знает, что делать. Он в растерянности, он даже цифр никаких не может озвучить. Дальше. У него осталось только без цифр сказать такие слова. Вот народ видит результаты нашей работы. И все, вот слова ни о чем. Потом по поводу выборов в Мажлис. Назарбаев сегодня второй раз за последние дни заявляет, что выборов в Мажлис досрочных не будет. Что все выборы будут в конституционном сроке. Мол, надо закрыть вопрос, типа, всегда конституционные сроки проводились, мол, так можно читать информацию. А кто-нибудь вообще вспомнит вообще, когда за 30 лет выборы проводились в очередные сроки, вовремя. Может в 2007 году, когда они прошли досрочно. Или может быть в 2012 году, когда они прошли досрочно. Или может быть в 2016 году, когда они прошли досрочно. И в 2015 году были выборы президента тоже досрочно. Выборы досрочно всегда проходили. Помните, начиная с референдума о продлении полномочий президента. Тоже это были внеочередные, по сути, выборы президента. Так ведь? Никогда выборы в Казахстане не проходили в сроки. Всегда Назарбаев врал и проводил неожиданно для оппозиции, не согласованно, ни с кем не советуясь, не спрашивая разрешения у народа. Просто сам. Это помните, как в известном фильме про Бората? Отличительский стадион. Легкоотличительский стадион. Он берет пистолет, выходит на старт. Не предупреждает, что сейчас надо выстроиться в очередь. Надо выстроиться в одну шеренгу, чтобы все одновременно побежали. Все отдыхают, разминаются, готовятся. Он подходит к стартовой линии, стреляет. Он же судья же, и он же бегун. Он стреляет и начинает бегать. Люди опомнились, начнут бегать за ним. Он получает преимущество. Вот Назарбаев, эта история про него. И так как Бурат был связан именно с Казахстаном и про Казахстан, они делали это про Назарбаева. Но они очень точно, художественно показали, по сути, сам смысл выборов для Назарбаева. Как он их видит. И поэтому ему веры нет. Потом еще один интересный момент. Даже если исходить из того, что говорит Назарбаев, он говорит про Мажлис. Но старательно обходит слово выборы в Маслихаде. Что в первый раз, что сегодня повторно, он говорит, талдычит про Мажлис. Про республиканский парламент. Про местные парламенты он ничего не говорит. И поэтому, я полагаю, что удар в спину народа будет снова нанесен. И выборы в Маслихаде, это классная будет тренировка для властей, отработать снова подготовку к Мажлису. И эти выборы могут быть назначены в следующем году. А может быть сейчас назначены. А может быть даже 2 сентября будут назначены, когда то будет Токаев выступать. Еще один интересный момент. Название сегодняшнего заседания содержит одно ключевое слово. Диалог. Конечно, под этим диалогом можно подразумевать недавно созданный Национальный совет общественного доверия. Но про этот Национальный совет общественного доверия Назарбаев ничего не говорит. Он ему не нужен. Он не призывает народ к диалогу. Он не призывает народ к компромиссу. Он не призывает сесть за стол переговоров и провести компромиссный анализ и подведение итогов по всем законам. Убрать репрессивную часть по 174 статье в Уголовном кодексе. Привести в норму с демократическими нормами по проведению митингов, чтобы они были уведомительного характера, чтобы не надо было никаких разрешений на митинги, чтобы по партиям не было гигантской цифры 40 тысяч человек, чтобы не нужно было проводить съезды по тысяче человек, чтобы сама регистрация партии не занимала миллион долларов. Чтобы не нужно было филиалы создавать гигантские по 800 человек в самой отсталой области. А где в Северо-Аказахстанской области, допустим, сегодня 800 или в Джамбульской области, где можно 800 человек сделать проблему? И вот эти все вещи КНБ, администрация президента создают для того, чтобы партии вообще не было? Чтобы кандидатов в депутаты вообще не было? Чтобы не было вообще никаких выборов? Чтобы не было выбора у народа? Вот в чем проблема. Поэтому выборы в Маслихат, я вполне полагаю, что могут состояться. В очень скором времени к ним надо готовиться. И 4300 депутатских мест, которые сегодня занимает Нуратан, Для народа сегодня задача вышвырнуть оттуда всех вот этих негодяев, местных и больших олигархов Нуратана. И на их место посадить, благодаря демократическим выборам, благодаря армии наблюдателей, благодаря корпусу кандидатов, народных депутатов. Надо набрать 4300 достойных людей и ими заменить этих негодяев из Нуратана. Этих шакалов, этих воров. Барык. По конкретике я уже говорил, что Нигматуллин, председатель Мажлиса, становится главой фракции парламента. Но это вообще нонсенс, конечно. В нормальном мире это недопустимо. Глава фракции занимается именно законопроектами, подготовкой, координацией работы. А глава парламента, он все-таки надпартийная фигура. Потому что в парламент входят другие партии. Но это одновременно, кстати, и говорит о том, что для Нуратана, для Назарбаева, других партий, даже внутри парламента, вот этих сателлитов, их не существует. Это просто отделы Нуратана. Теперь дальше пошли. А кто тогда будет глава фракции Нуратана в Сенате? Наверное, по логике Назарбаева спикер Сената Дарига Назарбаева. Любимая дочь президента Ельбасы. Интересные вещи были такие, что нам на выборах помогут подготовиться искусственные, большие баз данных, искусственный интеллект и так далее. Ну, посмотрим, что получится у них. Они только эти базы могут создавать на разворовывание денег. Пока деньги доходят до проекта, 90% уже разворовали. А потом гора рождает мышь. Вместо интеллектуального реального продукта высочайшего мирового уровня, в госзакупках, как сам Назарбаев признается, непрозрачной, корруппированной системе, участвует одна, заведомо, высокопоставленного чиновника, приближенного к нему, компания. Она выигрывает, делает туфтовую программу и делает туфтовый искусственный интеллект. С туфтовым базой данных и их автоматическая обработка. Вот с чего будет. И они с этой системой хотят победить кого-то? И они хотят этим заменить любовь народа? Или не любовь народа к себе? Или ненависть народа к себе? Так что, я думаю, в этих условиях нам нужно готовиться к выбору Маслихаты. Нам нужно на каждом участке иметь 10 человек наблюдателей, контролеров. И мне нравится, что в некоторых странах, даже в Китае, в законе о выборах наблюдатели называют не иначе, как контролеры. И когда мы невольно называем их не байкаушлар, а баклаушлар, мы точно об этом говорим. Мы их считаем сами, не наблюдателями, а контролерами. Они контролируют выборы. Они обеспечивают честность выборов. Они защищают народ и его голос. И нам нужны корпус наблюдателей 4300 человек. Ребята, давайте готовиться всерьез. И я здесь еще кое-какие цифры хотел бы сказать. Референдум в этих условиях – это очень важный проект, который позволяет не ждать, когда власти инициируют выборы, не ждать в обороне, а самим переходить в наступление, пока власть готовит свою программу, готовится к выборам и так далее. Мы готовимся к выборам. Выбором Маслихаты. Если выборы будут неожиданно назначены, то мы вопросы по новой партии или по референдуму сразу же откладываем в сторону. Тут же приступаем к мобилизации армии наблюдателей и выходим в бой. Если у нас есть время, мы проводим всю работу по референдуму и по новой партии. Это два схожих проекта. У них одна и та же схема работы. Поэтому мы можем сэкономить деньги. Осуществляя сбор людей на собрание по референдуму, мы на другой день этим же составом можем провести съезд партии, новую партию. Дальше. Сбор подписей. Что по референдуму? Можем осуществлять одновременно и сбор подписей новых членов оппозиционной партии. То есть, я, допустим, сборщик подписей, у меня лист бумаги. Я собрал подписи, подхожу к человеку и говорю, вот, пожалуйста, вопросы на референдум. Вот, допустим, один вариант вопроса, может быть, будет пять вопросов. А вот еще у меня есть бумага по поводу регистрации новой оппозиционной партии. Чтобы кроме УСДП у нас было в оппозиции еще одна-две партии. Человек может и там, и там поставить подпись. Все очень просто. Ну, я думаю, по референдуму мы сегодня, завтра отдельно поговорим, потому что тема очень большая, там очень много данных, очень много моментов. Те вопросы, которые выносятся сегодня, они очень сырые. Ради них не стоит даже организовывать референдум. Об этом мы поговорим отдельно. Нам нужны стоящие вопросы. И они должны быть касаться, например, кроме выборов, кроме митингов, вот таких тем, как суд присяжных, Астана, отменить наименование Нур-Султан, запретить атомные электростанции, запретить продажу и аренду иностранцам по земле и так далее. Вот такие жизненные вопросы, на которые легко собрать подписи, на которые легко победить и после победы пойти снова на референдум. Мы можем провести вот пять вопросов самых популярных, потом провести новую попытку референдума, новые пять вопросов и так далее. Нам нужны победы. Поэтому сложные вопросы, сырые вопросы, они только навредят. Рахмет!